На кону три мандата в областной парламент и один в городскую думу. И кажется, предвыборная кампания обещает быть как минимум нескучной. Так, в региональном отделении ЛДПР заявили, что легко сдаваться не намерены. За депутатские кресла в областном собрании под знаменем ЛДПР поборются Александр Ерофеевский в Котласе, Эдуард Володенков в Онеге и Игорь Арсентьев в Шенкурске. Поэтому мы планируем активную предвыборную кампанию. Негатив, который сегодня скопился у населения к действующей власти с учетом того, что до выборы по двум из трех округов у нас связаны с негативными явлениями депутатов от партии власти. Поэтому мы планируем там предвыборную кампанию развернуть активно и рассчитываем на победу. Справедливая Россия имена своих кандидатов обещают назвать через пару дней. Но уже сейчас по официальным комментариям регионального отделения партии можно сделать вывод, что на предвыборных плакатах наверняка появится обычная женщина, бывший депутат Госдумы Ирина Черкова. Но в свою очередь хочу заверить, что это известные и авторитетные люди не только на территории избирательных округов, по которым они будут баллотироваться, но и на всей Архангельской области. Некоторые из них обладают солидным законодательным опытом, в том числе работы в высших законодательных органах страны. Все они профессионалы и будут достойно отстаивать интерес северян. Политические партии, которые у нас в России есть и в Архангельской области, не выдвигают своих кандидатов. Если достойные кандидатов, попробуем мы с ними обязательно представить более лучших. Лучших Единая Россия отбирает по старинке на праймере. С полный список кандидатов огласят 12 марта. Результаты уже проведенных предварительных голосований таковы. В Вельский ЕР представит директор Вельских электрических сетей Алексий Даровский. В Онеге бывший заммэра Архангельска бизнесмен Анатолий Назаров. От округа Майская Горка в Гордуму пойдет Роман Марчук, директор управляющей компании «Наш дом Архангельск». Мы планируем, что и остальные партии, по крайней мере те, которые представлены в областном собрании депутатов и в Государственной Думе, также примут участие и выдвину своих кандидатов на этих выборах. На сайте регионального отделения КПРФ предвыборной активности мы не заметили, но по телефону нам подтвердили – участвовать будут. В самой же малочисленной партии ЗАГС Собрания Родины пока, решают вопросы с документами, но заявиться на выборы тоже намерены. Окончательный список участников предвыборной гонки областной избиркома гласит 5 апреля. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.